И снова доброе время суток, уважаемые зрители. И сейчас мы с вами продолжаем разговор о последствиях нарушения шейного отдела позвоночника. О последствиях нарушения, давайте называть это все-таки так, как это есть, клинические родовых травм, в той или иной степени выражены. И сейчас мы, остаток нашей встречи сегодняшней, поговорим о том, как мы справляемся. Что же мы делаем для того, чтобы помочь ребенку, чтобы максимально снизить риск развития той или иной патологии. Здесь нам поможет наш Иванчик, он уже подрос, он уже Иван Абрамович, поэтому мы будем с ним показывать вам то, что вы должны будете делать с ребенком. Я повторяю, возраст значения не имеет, лучше всего, чем раньше вы начнете, можно начинать прямо с новорожденности, периода новорожденности, тем лучше будет эффект. Итак, мы понимаем, что повреждения у нас на район вот этот, район шеи, затылка, потому что сами шейные, первый, второй шейный позвонок мы потрогать не можем. Мы можем потрогать первый, это третий шейник, первый, второй, только проекция. Это на уровне где-то нижнего края затылочного бугра. Вот если мы по затылку проведем, у любого человека мы обнаружим бугор. Так вот, бугор имеет верхний край и нижний. Первый, второй шейный позвонок, это район нижнего края затылочного бугра. Значит, соответственно, первое, что мы начинаем делать, мы начинаем делать массаж, обычный массаж, поглаживающий, может быть, не сильный положение лежа на спине. Ну, я чуть-чуть приподнимаю, чтобы было видно. На самом деле, ребенок лежит на ровной поверхности стола, пеленальника. Желательно, чтобы поверхность была твердой, вот, ну, не на голой, конечно, там столешница, вот, стелите пеленочку. Но под голову вы ничего не подкладываете, ребенок лежит ровно. Значит, и вы осуществляете движение, поглаживающее движение, сверху вниз, практически от родничка чуть ниже, да, по одной половине тела, по другой половине тела. Граница является позвоночник. По позвоночнику мы не трогаем. У более старших детей мы можем вести ладонью, у более маленьких детей, новороденных, мы ведем средним пальцем, да, чуть-чуть надавливая. Надавливание увеличивается сначала легкое, потом все сильнее и сильнее. И под конец мы, особенно по затылочному отделу, проходим достаточно сильно, как будто мы стараемся, ну, скажем, в какой-то такой земле твердой, ну, глине, например, да, сделать канавку. Вот эту канавку мы делаем, да, и повторяем это, ну, начинаем с трех-четырех движений и доводим где-то до 12-15 даже вот таких движений, ну, осуществляем поглаживание. Дальше массажные движения могут быть так называемые штриховые, когда мы осуществляем, опять же, сверху движения штрихами, да, вот оно идет вот так, как будто мы наносим какие-то китайские, там, древние иероглифы, палочки, да, наносим вот такие штриховые движения от затылка до иероглифа. Ягодицы вдоль позвоночника и чуть отступя от позвоночника проводим по трем-четырем линиям, это в восточном массаже линия ночевого пузыря, меридианка, точки которого являются в основном точками, регулирующими процессы кровотока в спине, в позвоночных артериях и, соответственно, в коридоре. В основном, мы задействуем шею и затылок. Дальше вниз мы можем осуществлять просто такие движения скользящие. Вот. Пока этого достаточно для начала, после этого вы осуществляете массаж точечный. Вот обратите внимание, где располагаются точки. Значит, у нижнего края затылочного бугра, напоминаю, что точки с двух сторон, они симметричны. То есть мы берем за основу центральную линию головы, идущую от родничка до позвоночника, вдоль позвоночника. И справа и лево, вот этой линии, точки, в районе верхнего края затылочного бугра, средним пальцем по часовой стрелке, где-то секунд пять. Дальше точка нижнего края затылочного бугра, точка, где кончается волосистая часть головы, то есть нижняя граница роста волос, это третья точка. И четвертая точка в районе седьмого шейного позвонка, это позвонок, который выступает, его легко найти у края седьмого шейного позвонка. Вы проходите средним пальцем, надавливая вращательные движения по часовой стрелке, Каждую точку вы прорабатываете не более пяти секунд, и делаете это не более пяти раз. После этого вы можете опять сделать поглаживающее движение, и дальше вы ребенка переворачиваете, переворачиваете на живот. И посмотрите, как вы осуществляете движение. Движение вы осуществляете, то есть голова лежит на ваших руках, средние пальцы находятся в районе вот тех же самых точек, то есть в районе нижнего края затылочного бугра. Голова лежит практически на этих пальцах, вы чуть приподнимаете, и осуществляете давление, надавливание на эти точки, да, опять же по часовой стрелке, тоже где-то несколько раз, а именно пять секунд, до уже где-то до семи раз вы осуществляете такое давление, после чего можете просто положить голову ребенка на ваши пальцы и держать эти пальцы на этих точках, ну, где-то секунд 10-15. Желательно, чтобы ребенок вылезал этот момент. Значит, следующую процедуру, которую вы можете осуществлять, так называемый массаж гуаша. Я его уже показывал, у нас были занятия, были и практически вы видели на взрослых пациентах, значит, вы наносите лучше всего масло, либо это масло детское, бэби-ойл, либо, если ребенок беспокойный, вот, возбудимый и так далее, вы берете масло цитрусовых, лучше всего это масло апельсина, значит, да, смазываете легко тело ребенка, его спину, масло добавляете на руку, не надо лить мне в спину ребенка, на руку оно должно быть согреться, должно быть, ну, как минимум комнатной температуры, а то и теплее. Дальше аккуратненько, немножечко накапая на ладонь, вы промазываете спину ребенка, вы увлажняете ее, дальше берете скребок, такие скребки, возможно, заказать там на Алиэкспрессе, в Амазоне, где-то еще они совсем недорогие. Скребок для гуаша. Да, называется набор или скребок для массажа гуаша, гуаша, это китайский вид, японский вид массажа, вот, берете, в наборе, может быть, несколько, но вы берете вот такую рыбку с острым краем, берете этот край, да, вот так, и осуществляете движение сверху практически от шеи вдоль позвоночника, это по меридиану номер 7, по меридиану мучевого пузыря, вдоль позвоночника, не трогая позвоночник, вы осуществляете, вот я подниму, чтобы было видно, вот такие скребущие движения, как будто вы снимаете слой с лотерейного билета, где номер, да, вот, выигрышный, вот, вы счищаете, да, вот, вдоль всего этого тела по одной и по другой стороне, дальше будет красная полоска, ничего страшного, дальше вы отступаете от этой полоски 2 сантиметра и проводите еще одну скребящую линию, и дальше вы проводите еще 2 сантиметра, практически это будет уже по боку вы ведете, да, то же самое, получается 3 линии, у вас такой полосатенький ребенок будет, 3 линии красные с одной стороны, 3 линии красные с другой стороны, такой массаж вы можете осуществлять через день, не чаще, если краснота, ну, скажем, такая значительная и болезненная, может быть, вот, при касании, то сделайте перерыв, особенно первые несколько раз, подальше будет проще, кожа привыкает, краснота не так появляется, вот, такой курс можно делать достаточно долго, вы можете делать где-то 15-20 сеансов, потом делаете перерыв 2-3 недели, и начинаете снова, и это постоянный момент. Кроме всего прочего, такого массажа, точного массажа, массажа гуаша, очень хорошо использовать воду, использовать так называемое грудное плавание, а именно ванны, ванночки, да, вот ванну положили ребенку, когда купаете, но, смотрите, ребенок должен лежать, вы держите его за голову, но таким образом, чтобы вот этот вот край, вот этот, находился в воде, поэтому будьте осторожны с ушами, ребенок может дернуться, поэтому уши либо закрываем шапочкой, либо вставляем какие-то ватные тампоны туда, чтобы вода в уши не забивалась, вот, и держите, и вот так ребенок лежит, можете просто держать, можете его туда-сюда, да, покачать, то есть чтобы ребенок находился в воде. Детям это обычно очень нравится, детей это обычно успокаивает, поэтому это можно делать перед сном, но бывают случаи, когда вода возбуждает, поэтому это нужно делать днем, если ребенка вода возбуждает, иначе он у вас не уснет. Вот, на этом эта часть лекции у нас заканчивается, я с вами прощаюсь, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok